Касым Жамар-Тукаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции, которую потрясла серия разрушительных землетрясений. В Братскую республику, где сейчас ведутся поисково-спасательные работы по извлечению из-под завалов пострадавших, отправятся казахстанские спасатели и медики. По последней информации, к этому часу жертвами стихийного бедствия стали свыше тысячи человек. Еще несколько тысяч пострадали. Разрушены сотни домов и инфраструктурных объектов. За ситуацией в регионе следит наш столичный корреспондент Даля Насипова. Землетрясение магнитудой 7,8 баллов произошло в пятом часу утра. Трясти начало сразу в нескольких провинциях на юго-востоке страны. Пострадали почти 10 регионов. Разрушены дома, пострадала инфраструктура. В провинции Хатай на двух разных участках взорвался газопровод. Обрушилась часть исторической крепости Газиантеп. Подземные толчки опасны. Есть опасность падения, обрушения поврежденных зданий. Поэтому инженеры проведут проверки. По проблеме жилья в провинции доставили палатки и постельные принадлежности. К сожалению, из-за того, что больница в Искендуре старая, она не устояла перед землетрясением. Школы и общежития в хорошем состоянии. Волны от землетрясения докатились и до Анкары, говорят жители турецкой столицы. Лёгкие подземные толчки для страны не редкость, но столь разрушительных последствий стихийные бедствия на территории республики не вызывали несколько десятилетий. В Анкаре землетрясения чувствовалось совсем немного. Вообще, я переехала в Турцию полтора года назад. Не могу сказать, что землетрясений было много за это время. Но в конце прошлого года, если не ошибаюсь, в ноябре, было небольшое землетрясение. Также ближе к утру. К обеду подземные толчки выше семи баллов повторились ещё в нескольких провинциях на юге Турции. Леденящие душу кадры разрушенных зданий за несколько минут облетели весь мир. Но чуть позже в стране начались перебои с интернетом. Одним из первых на трагедию в Турции отреагировал президент Казахстана Касымжумар Токаев. Он направил телеграмму с соболезнованиями Реджипу Тайпу Эрдогану и всему турецкому народу. Глава государства поручил правительству экстренно отправить в Братскую республику спасателей и медиков. По информации МЧС, ведомство комплектует бригады. А вот в Министерстве иностранных дел сообщили, что к данному часу информации о погибших и пострадавших казахстанцев не поступало. Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу. Турция расположена в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Самое сильное землетрясение произошло в 1999 году. В районе Измита на северо-западе страны тогда погибло более 17 тысяч человек. В ликвидации последствий также участвовали казахстанские спасатели. По последним данным, в результате сегодняшнего землетрясения погибли свыше тысячи человек. Более 5300 пострадали. В школах страны объявлены недельные каникулы.